Сегодня Латвия открыла авиасообщение с третьими странами. Самолёты из Лондона и из Киева первыми обслужил Рижский международный аэропорт. Обслужил по новым правилам, которые необходимо учитывать всем прибывающим в Латвию путешественникам. Тест за свой счёт и самоизоляция при любом его результате. Евгения Копылова расскажет, как в Латвию прилетать. Ровно год назад, 17 марта 2020 года, Латвия запретила прямое авиасообщение с третьими странами. И вот сегодня небо открылось. В 11 часов в аэропорту один за другим приземлилось сразу два самолёта. Один из Лондона, другой из Киева. К встрече аэропорт готовился заранее. Чтобы выполнить правила Кабинета министров, пришлось переносить пункт тестирования на COVID-19. Анализы сдают сразу на входе в аэропорт. Тесты быстрые. Только потом получаешь багаж, проходишь пограничный пункт, поднимаешься на второй этаж. И в зоне регистрации ждёшь результат. Все люди в один момент собираются вместе. Может быть, немного проблематично. Пока зарегистрируешься в интернете, чтобы сделать тест, потом надо заплатить сразу. Но в целом быстро и понятно. В самолёте все сидим по одному. До самолёта тоже сдавала тест. Я вообще вакцинирована. У меня положительный результат быть не должен. У меня отец в больнице, поэтому я приехал. Срочная ситуация. Новый порядок. Некоторые вещи мне напоминают Советский Союз. И меня это беспокоит. Мы были готовы, что у нас заказана машина, что мы едем сразу в ГУПе, делаем анализ и потом уже получаем. Но сделали тут. Отпала одна поездка. Да, мы тоже рады этому. Потому что цена была та же 24 евро. Едем ли мы туда или здесь. Мы не едем развлекаться, мы едем на похороны. У нас погиб очень близкий человек. То есть, ну, мы бы не поехали ни при каких обстоятельствах просто так. Шесть недель не видел свою семью. Было очень сложно достать билеты. Хоть тесты и быстрые, но чтобы обслужить одновременно большое число людей, приходится тратить несколько часов. Все это время люди ждут внутри здания. Когда результат теста получен, человек, показав его, может выйти из аэропорта. Дальше никаких дополнительных проверок. Но если тест все-таки положительный, ехать на общественном транспорте нельзя. Сегодня прилетело около 80 человек и ни одного положительного теста. Значит, сегодня все отправились на самоизоляцию домой. В случае, если тест положительный, отправляться нужно в гостиницу из списка предложенных. На сайте lea.gov.lv. За свои деньги. Платить самому 24 евро нужно и за тест, который обязателен и для детей. С понедельника цены обещают поднять до 50 евро. Но сдавать тест нужно не всем. Есть категории людей, которые освобождены от сдачи теста. Сегодня тест не сдали около 10 человек. Это был экипаж корабля. Моряки, которые вернулись с корабля домой. Также освобождены транспортные и пассажирские перевозчики, обслуживающие персонал, дипломатические работники и члены их семьи. Спортсмены, которые приезжают на спортивные мероприятия. В целом для аэропорта массовое тестирование не в новинку. Но все же процесс организовать не так легко. Сейчас мы говорим о большем количестве путешественников. Особенно потому, что на данный момент мы должны обеспечить эту услугу и тем, которые прилетают из Великобритании. Это, конечно, очень популярное направление. И много рейсов из Великобритании почти каждый день. Мы на эти рейсы специально мобилизируем людей. У нас нет возможности все время держать там группу для тестирования. Медицинский персонал сейчас то, чего больше всего не достает. Но это ни для кого не секрет. Держать в аэропорту все время много людей, которые могут заниматься тестированием, осложняет работу. Учитывая, что тесты нужны людям до операций, до различных медицинских манипуляций, в школы нужно тестировать пенсионаты. Это огромная проблема. Действовать такой порядок будет как минимум до 14 апреля.